Сегодняшний выпуск мы начинаем с трагической новости. На Рейнмаре в детском саду сказка во время тихого часа мужчина 1983 года рождения нанес смертельно-ножевое ранение шестилетнему мальчику на глазах воспитателей и детей. Известно, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области Ненинскому округу, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого на месте преступления. По данному факту, следственными органами возбуждено уголовное дело. Также возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении». Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. По словам заместителя губернатора, курирующего деятельность Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа Натальи Сидоровой, сотрудник ЧОПа, с которым у детского сада заключен договор на охрану, дистанционно открыл дверь неизвестному мужчине. Тем самым последний смог проникнуть в здание детского дошкольного учреждения. «Александр Витальевич у нас сейчас находится в Калининграде на госсовете, она постоянно на связи и по поручению губернатора вся необходимая помощь семье будет оказана. На сегодняшний день и сейчас у нас работают психологи, как с семьей ребенка, так и непосредственно с родителями детей, которые посещают эту группу». Кроме того, по информации профильного департамента, в работу запущена круглосуточная горячая линия по номеру 112. На нее смогут обратиться все, кому нужна психологическая помощь в связи с происшествием. «Дети, которые были свидетелями этого происшествия, на самом деле, поэтому им необходимо просто психологическая поддержка и работа с ними с завтрашнего дня. Либо это будет на дому непосредственная помощь оказана, если родители, в принципе, по их желанию не приведут завтра в детский сад, то, соответственно, пригласить они могут их на дому непосредственно психологов, которые будут общаться с детьми. И, конечно же, эта работа психологическая будет оказана уже непосредственно в самом детском саду». «Да, психологи сегодня дежурили там до конца, пока детей не забрали родителей. Действительно, было круглосуточные, которые нуждались в помощи. Поэтому здесь мы с привлеченными специалистами центра ЛАРа, они также дежурят там. Помощь оказана, родители, те, кто получили травму. Ну, не будем говорить, сколько количества, а так иначе все получили травму». Руководитель профильного департамента обращается к работодателям родителей детей, которые находились в злополучной группе, проявить участие. «И хотелось бы обратиться к работодателям, чтобы завтра по возможности, если это потребуется родителям, освободили их от работы, чтобы родители были рядом с детьми. Поэтому мы, в свою очередь, департамент свои, так сказать, просьбы отправим во все учреждения или предприятия, в которые родители работают». Уже сегодня во всех образовательных учреждениях начались проверки системы обеспечения безопасности сотрудниками Росгвардии. Завтра первым рейсом в окружную столицу прилетит глава региона Александр Цибульский. Как сообщили в аппарате уполномоченных, также ожидается приезд уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой. Ольга Русул, Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...